Вот я и добралась к Дому культуры, в центр города. Сейчас буду смотреть на ёлочку. Надеюсь, не отрываясь, получится снять видео. Это наш технический экологический колледж. Изначально его отводили от обучающихся кулинарии, но потом добавилось и много других специальностей. Так запотевает, кажется, камера. Я буду её иногда очистить. Здесь фонари с такими волнами по всей улице Ленина и Тельмана. Наши вот такие волны. А вот она, сияющая ёлочка, признанная по голосующим из Беларуси, в Брестской области, самой красивой. Сейчас я вам её покажу поближе. Кто меня давно знает, уже видели этот кинотеатр «Октябрь». Он внешне остался таким же, как и был построен в послевоенное время, в советское время, во времена Союза социалистических республик. Вот такая вот стилистика. Ромбовидные выступы на квадратной основе. Я здесь тоже люблю смотреть фильмы. Очень такая классика. Мы по детству, всегда, когда приезжали, шли сразу в билетные кассы. Они по-прежнему находятся вот здесь. Не знаю, зимой открыты входы или нет, потому что холодно. Здесь шутер поставили, я не видела. Может быть, сцена, может быть, какая-то ярмарка. О, здесь полные, более кучные завитушки. Воздушные прям. Я такими завитками воздух рисую, только в разных направлениях. О, как красиво! Вау! Я не видела. О, боже! Как изысканно. Так хрустально. О, как красиво! Обалдеть! Камера, конечно, конечно, не передаст. Как воздушно, так инкрустировано, как будто эти бусинки светящиеся. Вау! Покажу своим домашним. Они точно не видели, не приезжали ещё сюда. Вот это чудо! Интересно, когда сделали. Но я пока не буду прекращать запись. Потом на обратном пути обязательно сделаю фото. Вот это красота! Вау! Как красиво! Ребёночек хочет залезть в фонтан, папа говорит, как ты вылезешь? Он говорит, я первым вылезу и Тёму достану. Младшего братика зовут Тёму. У нас так зовут старшего племянника. В честь искусства назвали. Артем. Артём. Это старо-латинский искусство. Да, эти кадры можно будет потом вырезать, монтировать в какой-нибудь клип. Ха-ха-ха, как детишечки завезли. У них там каток. Можно брать коньки и кататься. Я такого не советовала. Но для местных, для своих, наверное, тихонько можно. О боже, так красиво! Я даже смотрю не через камеру, не знаю, что там попадает в кадр. Просто живыми глазами. Ух, каток какой устроили! Кайш! Ха-ха-ха! Детские забавы. О, я понимаю, какие классы. Только у нас, так помню, нас уже не делали. Ой! Стой! Стой! А! Подать вам руку? Вы не вылазите ещё? Ясно! Ясно! У них там прям с едой, с напитками отдых. Всё, походу, моя помощь нигде не требуется. Классно просто поотдыхать и никуда не вмешиваться. Там. Чё ты сама вмешиваешься? Ты уже сама с собой. шарики. Но это мы уже не видели хорошо. По-прежнему. Так скажем, уже традиционно научились делать. Делают такие украшения у нас. У нас в ёлочке тоже. Вот примерно с такого ракурса была сфотка на ёлочку. Только повыше, повыше. Потому что звезда горела на уровне горизонта. А так тоже ракурс красивый. Какая прелестная ёлка. Самое красивое на ней то, что звезда горит белым цветом. Я такое просто обожаю. А чё ты ёлочке поближе? Уйди. Я уже знаю, как зовут этого мальчика Артёма. Помните, это те же люди, которые старший и сын попросил сэфом. Папа не разрешил. Правильно бережёт здоровье. Кто же ещё позаботится? Заводька! Не свои. Свои заботятся. Насли. О, из новенького. Это Сани. Какие Сани. Снеговичок везёт. Артёмка сейчас сядет и покатит. No, no! Запрягайте лошадей. Остальные трое будут лошадками, нет? Ох, это тут девочка-снегурочка. Кстати, в детстве, в классическом, у нас были мальчики-зайчики, девочки-снегурочки. Кто-то и сейчас соглашается быть зайчиком? Ну, шутку можно. По детству можно. А по-серьёзки самое приятное оставаться человеком. О, семейство поехало. Кататься. Всё-таки я предложу свою помощь сфотографировать их всех четырёх. Всё, дисконнект. В общем, пахнет хвой. Семейство я засняла. Они меня поблагодарили. Все четвером возникся. Я класс. А я пошагаю. Здесь такой белый-белый-белый снег. Я пошагаю. Немножечко. Притвивалься. Просто так. Что у меня там получилось? Что-то получилось. В общем, если в своём городе вы ещё не были на ёлке, а снег лежит и ёлка стоит, то пора бы, пора бы посетить. Я тут решила исчезнуть ненадолго. Или надолго. Это зависит не от меня одной. Из сети. Но, наверное, сначала выложу. Я не появлялась в Инстаграме в этом году ещё. Поэтому выложу эти два видео в Инстаграм и исчезну. Но неопределённое время просто побуду в тени. Такие снегири с белочкой в снегурке. И дедушка такой. Кто это у него на плече? Какое-то диковинное животное. Будем думать, что это рысь. Рысь. Почему? Потому что я, если уж разность по китайскому, корейскому, восточному календарю. А, кстати, вторую пару пропишу тут тоже. Станцевала за себя и за кого-то. Так вот. Если уж отмечать по восточному календарю, то они называли животных из своего региона. Там и дракон, и другие на небесном своде, которые составляли кольцо Кола года, к которому двигалась Солнышко, Луна и другие планеты в нашей системе. Так вот. Они назвали по-своему, поэтому в культуре полагается, что это может быть год кошачьих. И я буду считать, что это 2023 год год кошачьих. Я не тигр. Я, наверное, если брать кошачьих или сны, то я росёнок. А кто вы? Так, почему я иду сюда? Я знаю. Там возле почты тоже красиво. И это наш горизполком городской, а там ещё есть область полком, областной исполнительной коммерции. И возле него тоже ставят ёлочку. Поэтому я и там посмотрю. А потом в план зайти в кинотеатр «Звезда» и съесть мороженое. Там очень вкусно мороженое в хрустящем вафельном стеканчике. Всё. Вот такие планы. Вот такие два видео я сняла. Как я обещала, ухожу в дисконнект. Наверное, что-то ещё сниму, но потом тогда смонтирую в отдельный фильм и выложу по-позже. Попрощаюсь я с вами этим вторым видео в инстаграме на фоне нашего магазина «Букинист» возле совёнка. Там с недавних пор, но уже традиционно, заменяют иногда стилизованную стилизованную фигуру совы. Это птица мудрости и оперегания природы. Вот такая сова. На этом фоне кстати, наверное, это частично был мой тотем, потому что я не жаворная косова. Ну, в общем, всё, Сайонок. Ну, теперь я завершаю это видео. Пока-пока. Фильм третий. Я пришла к школе гимнастики. Здесь собор Жон Мироносец. Там монастырёк, который я называю монастырём. Может быть, это будет воскресная школа. Это ещё строится при храме учреждения. Там магнолия. Ой, как она, наверное, мёрзнет. Пойдём посмотрим. Вот она. Вот ствол там. Корешки. Нам видны только вершки. Как ты, магнолия, не сильно скучаешь по южным морским краям? Весной зацветёт. Я опять буду снимать твои лепестки в своих клипах. традиции уже. Постоянство рождает традиции. Никак не наоборот. Некоторые традиции невозможно приклеить, если они не становятся постоянно повторяемыми действиями. так вот. Здесь у нас тоже очень красиво. По католическим традициям сегодня крещение. И значит, если есть мороз, то вода становится очень кристальной и чистой. А если правильным звуком её ещё и настраивать, как колокольный звон, красивый перезвон, органная музыка, то это очень оздоравливает. Не знаю, какая вам приходит мелодия. Здесь поют священнослужители в каком-то своём тоне. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Что-то такое они поют. А что миловать, если иногда время просто любить этот мир, словно чешуя золотой рыбки. А что бы вы загадали, если бы у вас было всего одно желание? Подумайте над этим. И в тишине может быть услышится ответ чего вы хотите на самом деле. И может быть придёт вам какая-нибудь песенка, пропойте её, и эта мелодия, как в сказке Буратино, золотой ключ откроет дверц к тому, что вам нужно. Здесь, конечно, закрыты, я даже проверять не буду, нет, я проверила. Но мне не нужно ту воду структурировать, её структурирует мороз, и солнце растопит, и люди смогут её попить. Но своим пением мы структурируем ту воду, что внутри нас. я на ночь люблю попеть какие-нибудь колыбельные, себе какие-нибудь красивые мелодии. Ну, кстати, в сказке Буратино я нашла ещё один смысл. Расскажу его не сейчас, расскажу его потом. Буратино хорошее, хорошее, чей-то побежал к хозяину. Не заигрывается с чужими правильно. Хороший пёсик правильно воспитывает. А то есть такие пёсики невоспитанные. Но про них не будем. Будем про хороших. сейчас мой следующий пункт посещения это кинотеатр «Свезда». И там я буду есть мороженку. Когда я была в Киеве на Крещатике, там были ларьки и было написано «Морозь его». Так понятно, да? Есть по-белорусски такие слова очень понятные. И на краю славянской земли тоже понятный нам язык. Кстати, я тут найду переход? Найду. А, это наш ЗАГС местный. Вот, кто не знал, там главпочтамт. Ёлочку, да, ёлочку сейчас сниму, которая всегда стоит возле области облаком и ёлочка. Тоже фонари красивые. Ох, и снежиночка с белой звёздочкой, ну ты меня радуешь. Надо подальше отойти, чтобы было видно эту снежинку. Белая-белая снежинка здесь. Когда-то в этом здании я получала свою, не помню, пятый или шестой этаж был, отдел образования, я получала свою грамоту за участие за пятое место в областной олимпиаде по математике. Благодаря этой грамоте меня взяли в физико-химическо-математическую школу белорусскую государственную. Я там занималась дополнительной математикой, что позволило мне без экзаменов поступить на платный факультет. Ох, было здорово! Но я, наверное, ладно, я ничего не сожалею. Вот такая белая снежинка. Всё, я отправляюсь в звезду и буду съесть там мороженое. А что, я, да, там вот чуть-чуть потеряла мысль, увлеклась фонарями. Сейчас я пойду на переход и расскажу. языки, про речь. Иногда нам может прийти какая-то мелодия, но мы напеваем, напеваем, потом вспоминаем, что это, откуда она. не бывает есть слова и бывает есть версии на русском языке. Можно глубже адресовать на старославянский, а можно услышать песню на английском языке или глубже вспоминая мелодию можно услышать её на старо-латинском языке. и вот это, мне кажется, есть славяно-арийство, когда два языка могут служить одному действию. Потому что, когда засыпает одно полушарие, так скажем, одна половинка, может просыпаться другая половинка. И пока спят русскоязычные, могут просыпаться англоязычные. Или пока спят славяне, просыпаются арии. А вместе они могут спеть и исполнить арию. Музыкальное произведение. Так, что-то я далеко отошла от прежнего перехода. Перейду на это. Так, смотрим налево, потом смотрим направо. Вот в Англии умерла представительница старого света, да, то есть когда-то в Европе было реально и атмосферное электричество, они его улавливали, структурировали воду хорошо. И был, была эпоха возрождения, был свет, которым сейчас мы называем старый свет. И представители его постепенно умирали, постепенно рождались другие люди, но не может же, например, земля, которая была у славян, оставалась родиной, не будем говорить про общую прародину, будем говорить просто про, допустим, земли, которые сейчас русские, не могут уже эти земли вечно просто так по доброте душевной отдавать свой ресурс, чтобы старый свет жил в шелках и дальше. Просто так, запросто так, просто потому, что мы им должны, мы им не должны. Если существует торговля, чтобы не доводить до кровопролитных войн, нужно суметь торговаться, все, соступить на ступеньку, оставить, конечно, свои вооружения в плане школ, как обращаться с вооружениями, как строить танки, хранить эти книги. Если нужно, мы показали, что мы можем возобновить эту память. У нас есть все книжки, у нас есть все ресурсы, чтобы снова построить защитные механизмы, защищать нашу землю. Но мы не хотим переплавлять земной металл в орудие. И не нужно, если американцы хотят утилизировать свою старую технику, пускай утилизировать на своем континенте, а не на нашем. Ладно. Поскольку умерла представительница Старого Света, последняя официальная, то должна признать, там, в городе, должна признать, что волна смертей уже прошла по земле кругом и порождались новые люди. И новые люди русские, и также японские, китайские, любые вот культуры все, и украинские в том числе, и другие все воюющие, и спорящие порой люди, они умерли те, кто прям рождовал. и родились новые, которые, возможно, памятые, языки, речи и историю, не вырывая главки, не пролистывая страницы, а просто переворачивая их, освежая память, способные в нашем мире на связи, в лес, строить. Так, здесь сейчас много людей, не хочу философствовать в неподготовленные уши кусочками мыслей. Да, полезно остановиться порой в том, что мы делаем, взять передышку, пускай этими остановками служат праздники, какие-то общие выходные, когда можно побыть дома, можно выспаться и подумать, а что если я сам подстрекаю безобразие и остановиться делать это и подумать, а что я могу делать не из страха, не из мести, а из любви? И делайте это. Если вы любите называть мороженое морозиво, вам должно быть не стыдно это делать, и вам не могут привить стыд за это. Если я называю мороженое пломбир, и я люблю советский пломбир, я знаю его рецепт, я его могу приготовить дома, я его могу купить. Здесь за наши национальные купюры. Можно разные купоны печатать, еще что-то, как выруливать. К этому прибегает, например, даже Прибалтика сейчас. Потому что евро не выполнила свою задачу. Все, можно вернуться каким-то национальным купоном, выдавать людям одинаковое право на хлеб, на воду, на отопление. Это и есть часть каких-то своих купюр. Необязательно называть это деньги, монеты, необязательно это расходовать металл и бумагу. И не обязательно это и точно крайне не обязательно переводить это в цифру, цифровизовать. Потому что внутри моральную репутацию потом никакими счетами, никакими помойками не отмоешь. Лучше просто по факту начинать день, начинать после перерыва делать то, к чему тянет любовь души. Не месть, не боль, не обида, а любовь. Из этого всего-всего в каком-то хаосе, в какой-то самой снежной и холодной зиме можно найти красивую снежинку и полюбоваться ей. Можно вдохнуть в свежем воздухе и подумать, как хорошо, что я еще умею дышать. Вот это все чистую воду, чистое отношение, его же не купишь. продажа. А при чем здесь я, почему я осталась в крае без... Кто-то, возможно, и может продать и драгоценное, и уступить запрос за какие-то обеззанки. Непонятно чего, непонятно кого, не прорисовано, не прописано, не просказано, не расписано сценарий. Как подписаться под сценарий, который тебе не понятен, а просто в ожидании. Вот, были же... Там, кстати, можно подойти к звезде с заднего хода, но я подойду с чистого, главного с главного хода. Так вот, люди смотрели, допустим, сериал, был интересный сценарист, была интересная история, он говорит, у меня есть, что вам рассказать. А он начинает рассказывать, рассказывает в одной книге, рассказывать в другой книге, рассказывать в третьей книге, тебе интересно. И ты, как будто бы, понимаешь, что, наверное... Муза не считается, муза не считается... У меня тут села батарейка, когда я рассказывала про то, как сценарист пишет истории. Одну историю, одну к нему, вторую, третью. может увлечь считателя, но не всякий сценарист проведет вас в своем конечном, финальном рассказе к той истории, которую вы захотели бы прожить. А придется, а придется, хотя бы запереживая героям, вы же посмотрите финалочку, в компьютерную игру играете, там прохождение игры до какого-то финала, и вы смотрите, каков финал. А туда ли вы шли, туда ли вы столько часов игры на компьютере выбрасывали, чтобы прийти? да, да, создатели игр могут, получая от вас сценарий прохождения, как вы проходили этапы, может смотреть стратегию, как вы именно действуете, именно вы, и можно предположить, что в подобных ситуациях, в реале, вы будете действовать по такой же стратегии. это один аспект разговора. Другое, что я умолчала, перевела тему, когда говорила возле храма про загадывание желаний, про то-то, то-то, что можно загадать, что есть разные люди, и я там умолчала, что есть такие мужчины, которые понимают, что им своя жена не выдаст тот ресурс, который им нужен, а не знают, где есть источник, который щедрый, который по запросу ему не жалко выдаст им недостающие, жаждущие, просто по доброте душевной. Я не про порнхабы всякие, но и про это тоже. В общем и целом, гуляя, я эту часть договорю уже в аудио, наложу другой видеоряд, наверное, то, как я гуляла еще в декабре, по снежку, который уже начал таять, наш первый снег, который падал, 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 в один день просто во второй стал таять, таять, я гуляла, и вот это, наверное, уже кадры идут, видео, как я гуляла по талому снегу, у нас тут украшено было в автопарке. Так вот, аудио-то я записываю 8 января, после того, как села батарейка, я зашла. В кинотеатре «Звезда» я взяла мороженку, посмотрела афиши, первой строчкой там был фильм «Аватар», о котором я еще выскажусь. Ну, уходя из кинотеатра, я уступила свой столик семье из Москвы, по привычке белорусских мотивов, я им порекомендовала, что посмотреть в городе, конечно же, это наш фонтан, они сказали, что они его еще не видели, как и я, хотя мама говорит, что он еще с такого нашего зимнего ноября там украшенный такой стоит, а я все не в центре была, догуляла все по окраинам, да повесим. Мила мне природа, да. Что ж, я скоро пойду поежу, да постою в позе дерева, а ум, точнее, дом, займусь еще перед сном, расслаблением и гармонизацией себя. Вернусь к некоторым аспектам, которые я не проговорила еще во время прогулки, но мысль была, но и хотела все лепить в один вареник. Знаете, что я загадала, что я хочу из вещественного себе? Я загадала, что я хочу себе телескоп, любоваться на полярную звезду. И не только на полярную. Единственное, что я видела в телескопе, это был Юпитер. До сих пор обожаю эту звездочку. Я считаю, что это ретрансляторы. Что это ретрансляторы других планов, которые составляют каркас нашей общей обители. То, что ретранслирует Юпитер, мне зашло, мне подошло. Я в какой-то момент нуждалась в этой энергетике. Не буду на всеуслышание описывать ее. Думаю, можно покопать источники и сложить ваше мнение. О своем я уже высказывалась как-то в Сакралсане. Может быть, повторюсь, проведу еще какой-нибудь такой закрытый эфирчик, потом выложу запись, если она будет кому-то актуальна еще, помимо тех, кто придет послушать. Как я понимаю, планеты есть уже достаточно хорошие программы, которые коррелируются, которые подтачиваются и точно показывают сейчас обстановку. Возможно, по ним можно просчитать, подать и покажет, если более точные измерения, покажет обстановку. Такую, как я проверяю на одной программе. На компьютере у меня есть, не скажу название, пускай это будет моим секретом, у специалистов НАСА и ГЛОНОСА свои расчеты более точные. Наверное, есть. Зачем вам признаваться, что у меня тоже есть точная программа, по которой я даже в предсказании Настрадамуса в какой-то год был, и там было написано, что там 1800, такой-то год, было солнечное или лунное затмение. В такое-то время я по календарю выставила эту дату и, да, проверила, там было как раз лунное затмение. И я узнала, что значит Луна в этой программе точно показана, потому что были астрономические программы с какой-то поправочкой, с неточностью, где Луна скакала, и она не показывала точное положение планет, ну, спутника, так скажем. А Луну я считаю ретранслятором нашего земного плана, наших пяти континентов и Арктики в том числе. И еще аспектом разговора, который я думала, но не высказала на прогулке в городе, сегодня было про тех, кто уехал из Беларуси, но захотел вернуться. И у них в душе-то да, в паспорте-то да, но публично мало кто из них признает, что это было небольшим таким предательством постепенности истории, когда они захотели просто перескочить в одно утро, проснуться в другом мире волшебным образом вообще, не проделав ментальной работы и взаимосвязи того, а как, за счет чего ты можешь сказочным образом в одном и том же месте переформатировать его за день. Да, ты можешь за день перелететь в самолете, вот волшебник в голубом вертолете прилетел, показал кино, ты можешь сесть в нем вертолетик и улететь в его страну, и вот ты оказался в другом мире, но на том же самом месте, где люди последовательно жили и строили, нельзя, как в этом аватаре, приехать с оружием, прийти со своими законами и навязывать их. Вернулась-таки я к аватару и ко второму, почему я его не смотрю? Потому что, да как так можно? Один раз уже прилетели, получили люлей, улетели, и возможно, я не знаю, возможно, сценаристы предположили, что все, опаньки, а на их планете, на их плане жизнь они угробили, и они решили не попроситься, давайте мы у вас поживем, у нас так получилось, что мы уже не можем жить там, где мы жили, мы хотим у вас пожить, не с миром пришли, а пришли с оружием, убивать и захватить мир, на который они пришли. такие люди, на самом деле, они могут свои вот эти чипы, которые показаны в фильме, куда они записывают личность, они могут на разных планах, в разных существ, поворащивать себе из ДНК, и повнедрять свой чип, и сказать, везде, 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 везде есть наши агенты, везде, 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 везде есть наши люди, мы придем со своими технологиями, со своим оружием, и захватим вас. Нет же, видите, какие они коварные, есть такой типаж, есть, по крайней мере, он был, и что, ему сдаваться, вот так вот, да, пожалуйста, и чтоб за их цацки, за их денежата покупаться, продаваться, ну, пускай придут, попробуют купить всех. Это нереально. Нереально быть такими упоротыми, я не знаю. Собрали денежки себе на фильм, уехали, вот старый свет, да, королева Англии, умерла, а ее дети, внуки, выбрали себе жен, и вот, королевская семья, английская элита, уехала, выбрала себе землей нового света их, Америку, все, они там осели, и там уходит фильм «Аватар», как исповедь. мы, да, 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 мы прилетели на другой континент, мы вот, вот мы на другом континенте, как плане, да, да, может быть, мы их завивали, может быть, мы убили индейцев, да, может быть, мы приехали еще раз туда и опять навязали свои права. Ну, вот смотрите, народ Нави, у них что-то случилось, их высели, их побили, они пришли к соседнему народу, которые живут в воде, они как-то говорят, ну, давайте жить мирно, дружно, мы как-то к вам попросились, да, они их немножко ревнуясь, ревнуясь, пустили к себе. Так почему вот этих людей с технологиями, не могли, почему эти люди с технологиями не могли прийти и попроситься? Мы тоже вас поживем, у нас тоже несчастье, мы как-то, наша схема работы привела к такому ужасу, что мы не можем жить там, где мы жили, и мы это тоже свезем вам, и мы вам его сейчас навяжем, так? Да это вообще абсурд, и это показывает. У меня есть свои обстоятельства, почему? Почему я им не верю? У меня есть своя история. На самом деле, в Первую мировую войну семья моего прадедушки по маминой линии переезжали из старого света Европы через Германию, Польшу, кто-то там остался, и кузиновые сейчас туда вернулись. Одна в Германию, другая в Польшу. Я осталась в Белоруссии. А истину, нет повести печальной на свете, чем повестись на сценарии апокалипсиса. Лучше выруливать сообща с кем-то. И не надо слов, просто делай. Я вижу, вот с кем сообща, с кем заодно делается, живется кому-то. Гуляла я одна, и чё? В кино не пошла, и чё? Выгода рулит, да. А на Птаниум, по миллиарду за кусочек, ну-ну, купите каждого. Обмен произведённой работы на другую, работу других людей, одной вещи на другую, это естественно. и я, наверное, буду копить, знаете, на что? На телескоп, чтобы любоваться на Луну. и Продолжение следует...